Доброго времени суток, Катаны! Хочу порекомендовать вам сайт grizzle.ru Новое имя на рынке игровой валюты, наборы поставщиков Black Desert и других ММО. Все контакты для связи в описании видео. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Юга и это шестой выпуск шпаргалок по игре Black Desert Online. В шестом выпуске я бы хотел вам рассказать о социальном взаимодействии с NPC или мини-играх. Какая польза от них, что вам для этого нужно и все тонкости, с которыми вы столкнетесь в освоении этого контента. Ну что, поехали! Начнем, пожалуй, с самого простого. Чтобы у вас открылась кнопочка общения, вы должны выполнить ряд определенных приключений в той местности, в которой вы находитесь. В случае того, если у вас не будет гореть кнопка общения, вам будут писаться те задания, которые вы не сделали. Соответственно, их можно посмотреть, нажав клавишу H в списке из полных заданий. Там вы увидите, что не сделано и с какими нужно нипами поговорить, чтобы у вас эта клавиша открылась. Второй важный момент. Каждое общение требует очки энергии. Самое минимальное количество очков это 2, самое максимальное 15. Это все варьируется в зависимости от количества очков дружбы с тем NPC, с которым вы, соответственно, общаетесь. Ну что ж, давайте сыграем в мини-игру и посмотрим, что она из себя представляет. Мини-игра представляет собой следующее. Знак зодиака этого NPC, все знания, которые у вас располагаются по кругу, и, соответственно, статистика. Очень важный момент. Всего существует 4 различных типа заданий. Провалить интерес, вызвать интерес, накопить симпатию, накопить максимальную симпатию. Все эти параметры пишутся в тех знаниях, которые вы будете выставлять в эту цепочку. Очень важно выстроить интерес и симпатию так, чтобы подстроиться под определенное задание. Ну что ж, давайте сыграем в мини-игру и посмотрим, что она из себя представляет. У нас сейчас одно из самых сложных заданий, по моему мнению, это провалить интерес в два раза. Соответственно, нам надо в самом неинтересном порядке пораставить цепочку. Хотя это очень проблематично, потому что у меня сейчас стоят самые интересные знания. Ну что ж, давайте попробуем. Как видите, вышло с точности все да наоборот. Мы провалили задание и не получаем очков дружбы. Мини-игра закончилась. Давайте же попробуем сыграть еще. Вызвать интерес один раз. Самое одно из самых простых заданий. Выстраиваем очки и смотрим. Все, мы получили нам нужный интерес. Соответственно, за каждую выигранную игру мы получаем количество очков дружбы. Мы можем продолжить, соответственно, получать новые квесты, а можем забрать то количество очков. Давайте же продолжим и посмотрим, что у нас изменится и как выгодно ли это будет нам. По новому заданию мы должны накопить симпатии до 130. Это довольно-таки простое задание, поэтому выставляем все в ряд и поехали. Накопленная симпатия у нас 219. Мы прошли этот квест. Соответственно, мы приумножили очков и стало их гораздо-гораздо больше. Пожалуй, мы их заберем. Все. Мы получили максимальное количество очков за пройденную мини-игру. Соответственно, мы можем их куда-то потратить. Очень важное замечание. У всех НПЦ есть определенные брони, товары, которые можно купить за очки дружбы. Там броня, оружие, снаряжение для коня. Соответственно, заходя в конюшню, заходя в магазин конюха, мы видим эти предметы снаряжения. Если вы их, конечно, не хотите крафтить. Они стоят определенное количество серебра и очков дружбы. Соответственно, так же и с остальными. Поэтому очень важно, что если вы не хотите тратиться на начальном этапе на деньги, обязательно попробуйте эти мини-игры. Они вам помогут и сэкономят вам средства и время. Вот, собственно, и все. Такой вот, в принципе, простой и маленький лайфхак в этой шпаргалке. Помимо экипировки оружия и дополнительного снаряжения, НПЦ будут давать также очень важные квесты и знания. Не игнорируйте их. Повышайте свой кругозор в мире черной пустыни. Становитесь лучше и становитесь сильнее вместе с этими мини-играми. Как я уже сказал ранее, довольно-таки простой контент и довольно-таки полезный. Надеюсь, данная шпаргалка была полезна для вас. И вы стали на плюс один пункт выше в освоении мира Black Desert. Если она вам понравилась, не напоминаю, что вот такой большой палец поможет мне и промотивирует их делать дальше. Обязательно подписывайтесь на канал. Рассказывайте о этом видео своим друзьям. А также не забываю вам напомнить, который раз, что прямые трансляции Юга Шоу будут проходят на Гудгейм и Твич-канале. Также и на Ютубе есть стримы. Обязательно приходите каждый вечер в прямом эфире для вас я и мои друзья. Всего вам доброго. Осваивайте мир. Побольше вам выбитых заточек. Удачного кача. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok